1 апреля началась очередная призывная кампания. Будущих воинов ждет немало приятных сюрпризов. Один из них – дневной сон. О том, какие еще нововведения приготовил призыв 2017, мы поговорим с Александром Ионовым, военным комиссаром Копейска. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, стартовал призыв 2017 года. Вот сроки призыва остались неизменными. А почему осенняя часть призыва на 15 дней больше, чем осенняя на 15 дней? В нашей стране призыв граждан РФ, не пребывающий в запасе, на военную службу по призыву производится два раза в год. До 2008 года весной призывали граждан с 1 апреля по 30 июня, а осенью с 1 октября по 31 декабря. Но с 1 января 2008 года срок службы по призыву сократили до 1 года. И, естественно, потребность в призывных ресурсах возросла. И поэтому было принято решение увеличить срок весеннего призыва до 15 июля. Для того, чтобы призывать граждан, которые обучались у нас в учебных заведениях. Они успевали заканчивать учебные заведения и до 15 июля их призывали. А вот сроки призывания одинаковы абсолютно для всех категорий? Нет, есть три исключения. Граждане, которые у нас проживают в отдельных районах Крайнего Севера, призываются весной с 1 мая по 15 июля, а осенью призываются с 1 ноября по 31 декабря. Граждане, которые проживают в сельской местности и непосредственно заняты в уборочных и пассивных работах, они призываются только осенью с 15 октября по 31 декабря. Но и граждане, занимающиеся педагогической деятельностью и работающие в образовательных учреждениях, у нас призываются только весной. Это с 1 мая по 15 июля. И кто подлежит призыву? Что-то изменилось в этом? В этом отношении ничего не изменилось. У нас подлежат призывы граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте с 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. А срочки у нас предоставляются в соответствии со статьей 24 Федерального закона о воинской обязанности. Основание для предоставления таких отсрочек 21. Виды этих отсрочек разделяются по следующим видам. Отсрочка по здоровью, по семейному положению, по учебе и по работе. Спасибо. А вот призыв этого года отличается некоторыми нововведениями. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. На основное нововведение это с 1 января 2017 года внесены изменения в Федеральный закон о воинской обязанности и военной службы по порядку предоставления срочки по учебе. В настоящий момент по учебе гражданам, которые у нас проходят обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, получают отсрочку на полный срок обучения без ограничения по возрасту. Раньше студенты техникумов, колледжев получали срочку после 9 класса до 20 лет, а после 11 класса до 18 лет. Сейчас этих ограничений нет. А вот в СМИ пишут, что еще будут предоставляться не сессеры теперь призывникам, то есть это специальные такие чемоданы. Вот для чего это делается и как это будет проходить? Ну, прежде всего хочу отметить, что нашим правительством, Российской Федерацией, президентом проводятся мероприятия по улучшению службы войны по призыву и гуманизации ее. Хочу отметить, что наши призывники перед отправкой на областной сборный пункт начнут по порядку. Получают у нас сим-карты для связи с близкими и родными, льготный тариф имеется при общении по этим сим-картам. Также на областном сборном пункте перед убытием войска граждане получают электронные карты персональные, также банковские карты, платежная система МИР, для того, чтобы на эти карты перечисляли денежное удовольствие, также родные и близкие могли перечислить какие-то средства денежные. Также они переодеваются в повседневную форму одежды. Кроме этого, при убытии с областного сборного пункта сейчас вручается призывнику на сессор, так называемая стильная сумка для предметов личной гигиены. Теперь призывнику не надо думать о том, что взять с собой из предметов личной гигиены. По прибытию в воинскую часть у нас призывник, соответственно, становится военнослужащим. В настоящее время им предоставляется время для общения с родственниками по сотовой связи. Также питание организовано по типу шведского стола, то есть военнослужащий может выбрать любое блюдо из представленных. Он полностью освобожден от занятий хозяйственных работ, от хозяйственных работ, также кухонных работ, только занимается боевой готовностью и физической подготовкой. Также хочется отметить, что призывнику предоставляются дни отдыха в воскресенье, а также дневной сон. От общих вот этих вопросов перейдем теперь к ситуации по Копейску. Итак, как у нас складывается на текущий момент ситуация? Ну, призыв граждан РФ на военную службу у нас организован в соответствии с законодательством РФ. Призыв включает в себя явку на медицинское свидетельствование, заседание призывной комиссии и затем уже военный комиссариат непосредственно для убытия воинскую часть. Призывники у нас, призывная компания происходит максимально открыто. На заседание призывной комиссии и на мета-свидетельствование призывники могут являться вместе с родителями. Также им доводится их право обжаловать решение призывной комиссии, также через областную призывную комиссию и через суд. Ну и вывешены в помещениях военного комиссариата телефоны горячей линии. Призыв организует военный комиссариат города Копейска, осуществляет призывная комиссия. Состав призывной комиссии этой назначается губернатором Челябинской области, председателем которой является или глава органа местного самоуправления, или его заместитель. У нас это Бисеров, да, Владимир Георгиевич? У нас это основной состав Бисеров Владимир Георгиевич и резервный состав Комаров Сергей Никамрович. А вот сколько призывников в этом году? Можно сразу? Ну, норма призыва на Копейский городской округ составляет 160 человек. Из них 138 человек будут проходить службу в вооруженных силах Министерства обороны Российской Федерации, 22 человека в войсках Национальной Гвардии. В вооруженных силах Министерства обороны Российской Федерации распределение по родам и видам войск будет следующим. Основная масса будет проходить службу в сухопутных войсках, остальные будут распределены, ну это 72 человека, остальные будут распределены по родам и видам войск Министерства обороны Российской Федерации. Это воздушно-космические силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, также воздушно-десантные войска, части 12-го главного управления Министерства обороны и другие воинские части. Хочу сказать, что служба в вооруженных силах является долгом и обязанностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Я считаю, что каждый мужчина здоровый обязан служить в армии, овладеть оружием, боевой техникой, ну и в случае необходимости встать на защиту нашей Родины. При этом у граждан, которые отслужили в вооруженных силах Российской Федерации, открываются перспективы для прохождения в дальнейшем службы в силовых структурах, потому что это обязательное условие для принятия на работу в силовые структуры. Также в некоторых случаях они, те, кто имеют высшее образование, граждане отслужившие, имеют льготы для поступления, для получения второго высшего образования. Ну и те граждане, которые у нас не прошли службу по призыву, не имея на то законных оснований, по достижении 27-летнего возраста, получают не военный билет, а справку. И им будет отказано в приеме на государственную или муниципальную службу. Александр Сергеевич, спасибо Вам за такой интересный обстоятельный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии был Александр Ионов, военный комиссар города Копейск, Челябинской области.